Намаскарам садгуру, меня зовут Маскан Бхавана. И у меня такой вопрос. Много раз в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда не знаем, что будет дальше, и не понимаем, что происходит сейчас, мы полностью потеряны. И в это время наши друзья и родители начинают советовать нам мысли позитивно. Но если я вообще не понимаю, что происходит, как я могу быть позитивной? В такое время ясность ума кажется более важной, чем позитивный настрой. Как же соединить эти два аспекта? То, что они называют позитивом, — это уверенность. Будьте уверены в себе, не волнуйтесь. Но уверенность без ясности — это катастрофа. Да. Если вы не в состоянии ясно видеть ситуацию, по крайней мере, вы должны сомневаться, если вы будете уверенными, то попадете в какую-нибудь неприятную ситуацию. Иногда вам может повезти, но вы не знаете, что вас может ожидать. Так что смысл не в том, чтобы мыслить позитивно или негативно. Важно, чтобы на этом этапе жизни вы просто сконцентрировались на улучшении этой жизни, не переживая за то, какие плоды это принесет. Вам не нужно беспокоиться о том, что принесет вам эта жизнь. Это зависит от времени, в котором мы живем, и от многих других аспектов жизни. Но если эта жизнь будет улучшена, она принесет вам нечто стоящее. Неважно, что даст вам жизнь. Никто не знает. Возможно, вы не станете художником или инженером, не станете врачом, может быть, вы станете кем-то другим. Кому какая разница? Если вы улучшаете эту жизнь, это приведет к чему-то стоящему. Что же со мной будет, что со мной будет, то же самое, что и со всеми. Как мы вам говорили, однажды в Америке один отпетый преступник был приговорен к смерти на электрическом стуле. И как это обычно происходит, незадолго до казни, к нему приходит священник и говорит, «Сын мой, просто скажи мне, чего ты хочешь, я исполню твое последнее желание». Нисколько не смутившись, осужденный отвечает, «Святой Отец, я лишь хочу, чтобы в тот момент, когда опустят рубильник, вы держали меня за руку». Так что, очень позитивно. Можно смотреть на это по-разному. Это была жесткая шутка, я попытаюсь ее сгладить, чтобы она подошла для вашего учебного заведения. «Святой Отец, я не знаю, что произойдет в будущем» — это очень мудрое утверждение, потому что никто не знает, что будет в будущем. «Знаете ли вы, что произойдет в ближайшие пять минут?» «Нет». «Нет, Садгуру, мой астролог». «Знает ли ваш астролог, что произойдет с ним в ближайшие десять минут его жизни?» «Знает ли он?» «Нет». «Он не знает и десяти минут своей жизни, зато знает всю вашу жизнь. Это же фантастика». «Так что, к счастью, мы не знаем будущего. Предположим, вы наперед знаете все свое будущее. Разве вы бы не захотели покончить с собой прямо сейчас? Разве не замечательно, что, несмотря на все ваши мозги, вы не можете понять, что произойдет в следующее мгновение? Да? Разве это не прекрасно? Вы когда-нибудь видели фильм-триллер? Видели? Допустим, сейчас в местном кинотеатре показывают замечательный триллер. Никто из вас его еще не видел. Но я его уже посмотрел. Рассказать вам сюжет? Хорошо. Пересказывать весь фильм целиком займет слишком много времени. Так что я просто расскажу концовку. Хорошо? Рассказать? Нет. Почему? Потому что интрига означает «Ага, этот актер, я думаю, он сделает это, а другой сделает то. О, этот режиссер. Скорее всего, сюжет будет развиваться так». Затем вы заходите в кинотеатр, там повсюду постеры этого фильма, и думаете, «Ну, совершенно точно, этот парень сделает это, а этот сделает то». Начинаете додумывать. В зале вы видите первые несколько сцен и говорите, «Ага, понятно, вот что будет дальше». Но все разворачивается совершенно по-другому. Тогда вы говорите, он собирается сделать вот что. А герой делает что-то совсем другое. Вы говорите, случится вот что. Но это опять не сбывается. В середине фильма вы говорите своему другу, «Последняя сцена будет такой». Но в конце фильма происходит что-то совершенно иное. Вы выходите из кинотеатра и говорите, «Вот это да, классный фильм». Да? Если, когда вы увидели первую сцену, вы подумали, вот что должно произойти, и именно это и произошло в последней сцене, как и случается в большинстве фильмов, вы выходите и говорите, «Так себе кино, не так ли?» То есть фактически вы говорите, что если все ваши предсказания не сбываются, это прекрасно. А если все ваши предсказания сбываются, в этом нет ничего хорошего. Тогда скажите, что не так с вашей жизнью? Ваша жизнь фантастическая. Вы можете предсказывать, что хотите, но все будет идти совершенно не так. Замечательно. Единственная проблема в том, что вы потеряли способность наслаждаться интригой. В этом ваша единственная проблема. Да? Вы хотите знать финал? Вы хотите организовать договорной матч? Да? Вы хотите знать финал, прежде чем начать игру? То есть вы организуете договорной матч? Сейчас в Индии организация договорных матчей — это преступление. так что не нужно заниматься этим для своей жизни. Что бы ни произошло, что бы ни случилось, вы пришли сюда ни с чем, и уйдете тоже ни с чем. Так что какого черта? Единственное, сделали ли вы свой жизненный опыт достаточно глубоким, достаточно интенсивным? Вот и все. Что может произойти? Что будет завтра, что будет завтра? Я скажу вам одну простую вещь. Самое лучшее в жизни то, что завтра никогда не настанет. Да? Если вы знаете, как справиться с тем, что происходит сейчас, тогда вы знаете, что делать со всей своей жизнью. Если в это мгновение вы знаете, как управлять своими мыслями, эмоциями и телом. Во внешнем мире будет происходить драма. Но если вот это чувствует себя таким образом, вы будете ощущать радость, независимо от того, что происходит вокруг. Да? Что если произойдет то, другое? Да, все это может случиться. Но вы пришли сюда, чтобы переживать жизнь, а не избегать ее. Не так ли? Вы уверены? Вы уверены? Вы хотите прямо сейчас отправиться в музей? Нет, нет. Вы неправильно поняли мой вопрос. Вы же изучаете искусство. Нет, я не прошу вас посетить музей. Как экспонат. Разве вы хотите отправиться в музей прямо сейчас? Нет. Это время для того, чтобы жить. Жить означает, что мы не знаем, что произойдет завтра. Может произойти что угодно. Вы можете либо предвкушать это, либо бояться этого. Вы боитесь, потому что уже решили, что должно произойти. Вы боитесь, что то, что вы для себя решили, может не произойти. Но начнем с того, почему вы думаете об этом. Если вы вовлечены в процесс, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, ваша жизнь соответствующим образом и развернется завтра. Да? Существует множество различных аспектов. Если вы исследуете их все, если вы просто исследуете свою биологию, жизнь будет происходить одним образом. В том смысле, что если вы возьмете под контроль свое физическое тело, то 15-20% вашей жизни и судьбы будут в ваших руках. Если вы возьмете под контроль свой ум, свои мысли и эмоции, от 50-60% вашей жизни и судьбы будут в ваших руках. Если вы возьмете под контроль своей жизненной энергии, 100% вашей жизни и судьбы будут в ваших руках. Вот выбор, который у вас есть. Субтитры создавал DimaTorzok